Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в Онный. Да будет имя Господи благословенно и прославлено в народе Его. Он по милости Своей собрал нас на этом месте. Он сегодня говорит нашим сердцам через песнопение, через проповеди, через различные вещи Господь говорит сегодня каждому из нас. Если мы только внимательны к тому, чтобы сегодня Его Слово вселялось в наши сердца, чтобы нам принимать Его Слово, которое Господь говорит каждому из нас в наших собраниях и не только в собраниях. Господь может говорить в различных местах к нам, если мы будем внимательны к Его голосу, к голосу Духа Святого, если мы будем внимательны и принимать то Слово, которое Он старается вложить в наши уши сердечные. Сердечными ушами нужно слушать, чтобы Божье Слово воспринимать, чтобы Божье Слово касалось наших сердец и приносило обильный плод в жизни нашей. Мы попели в этом Слово, что Он достоин всей хвалы. Он достоин, друзья дорогие, действительно, от каждого из нас, находящегося на этом месте, Он достоин хвалы. И если мы сегодня готовы воздать Ему славу, да поможет Господь, чтобы наши сердца, они были открыты для этого, и наши уста, чтобы открывались для прославления Его Святого имени. Аллилуйя, слава Господу! В основании моей проповеди сегодня я хочу прочитать первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. Первое послание Петра, 4 глава и 10 стих. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией. Служите друг другу. Апостол Петр призывает верующих людей. Служить друг другу. Именно Он призывает никаких-то особенных людей. Но Господь через Петра побуждает, чтобы каждый служил друг другу тем даром, какой получил. Знаем ли мы сегодня, чего Господь желает от нас? Знаем ли мы сегодня, чем мы можем служить друг другу? Каким даром мы можем служить сегодня в Церкви Божией? И, возможно, не только в Церкви, но и поза Церковью. Наше служение Богу, оно не только в Церкви. Некоторые люди имеют такое мнение, что вот служение Богу вот здесь происходит, наверху. На возвышенность этой. Но я скажу, нет и нет. Это тоже, да, но не только. Наше служение Богу, оно должно быть на всяком месте. Где бы мы ни находились, Конечно, в Доме Божием, в первую очередь. Мы должны видеть друг друга, мы должны замечать друг друга. Видеть нужды нашего брата и сестры нашей. Видеть тех людей, которые, возможно, были вчера рядом со мною, в собрании сидели, а сегодня их нету здесь. Почему? Что произошло? Что случилось? Что сегодня нет этого человека, который сидел рядом со мною, в Доме молитвы? Что произошло? Готов ли я сегодня служить Господу моему и таким образом служить брату моему и сестре моей, Церкви Божией? Многие люди говорят, ну как я могу послужить? Вот такой вопрос, как могу я послужить? Бывают люди в Церкви, которые являются только прихожанами, которые приходят, садятся на свое место, возможно, уже из года в год сидят на одном и том же месте, но кроме того, что они пришли сюда на это место посидеть, возможно, больше ничего, ничего они не делают. Да, пришло время, когда они покаялись во грехах своих, да, пришло то время, когда они приняли святое повереводное крещение, возможно, было то время, когда крестил их Господь Духом Святым. И что, разве это все, друзья мои дорогие? Разве это все, чего мы старались достигнуть в жизни нашей? Или, возможно, мы должны возрастать ежедневно? Служа нашему Господу и служа друг другу. Как мы сегодня служим нашему Господу? Мы можем отдать ответ каждый для себя лично. Я не хочу, чтобы вы сегодня говорили вслух, но каждый себе давайте зададим вопрос. Нашел ли я свое служение в Церкви Божьей? Церковь Божья, это является столбом и утверждением истины. В другом месте мы читаем, что Церковь Божья – это тело Господа нашего Иисуса Христа. И Господь заботится о Церкви Своей. Да, Господь заботится. Но мы, как члены этой Церкви, как члены друг к другу, мы со своей стороны должны проявлять также внимание друг к другу. Особое внимание каждому из нас. К тем, которые рядом с нами. К тем, которые сегодня в Доме молитвы находятся с нами вместе. Замечаем ли мы этих людей? Обращаем ли мы свое внимание на них? И насколько мы сегодня готовы служить друг другу? Это Господь возлагает ответственность на каждого из нас, чтобы мы могли послужить каждый тем даром, который получили от Господа, как мудрые домостроители, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Да поможет нам Господь быть чуткими к голосу Духа Святого. Да поможет нам Господь, чтобы действительно мы могли быть использованы Господом в этом служении, в служении друг к другу. Вы знаете о том, как говорил Иисус, что будут люди, которые скажут, Господи, а где мы видели Тебя таким или таким или таким? Господь отвечает им, если вы сделали это одному из меньшихся братьев моих, то это самое вы сделали для меня, это вы сделали мне. Вот так Господь говорит. Господь побуждает сегодня народ свой, верующих людей, которые приняли Иисуса Христа как своего личного спасителя, чтобы они служили Господу и служили друг другу. Это очень важно. Вы знаете, мне раз приходилось наблюдать мне американцев, которые уже в таком пожилом, преклонном возрасте, у которых, как кажется, так слабые физические силы, но они как-то по мере своей возможности стараются еще служить как-то. Они где-то волонтерят. Они стараются делать по мере своих сил, возможно, даже сверхсил, я бы сказал. Я думаю, что они научены в этом. Возможно, в наших церквях это мало говорится об этом. Мало сегодня уделяется внимание тому, чтобы каждый человек, как здесь Петр говорит, служите другу каждый тем даром, то есть каждый. Никого не исключаем мы сегодня. Слово Божие никого не исключает. На что ты способен сегодня? Ведь нет людей таких, которые ни на что не способны. Таких людей не существует. Конечно, не все люди одинаково способны. Есть разные способности у людей. И человек от человека отличается. Мы все не одинаковые. У нас разные характеры. У нас разный темперамент. У нас разные способности, разные возможности. Но это все содействует к тому, друзья мои, чтобы каждый из нас мог включиться в труд для славы Божией. В этот труд включиться, чтобы служить друг другу и служить нашему Господу. Это очень важное служение, которое должно быть у каждого человека стремление делать что-то для славы Божией. Да поможет Господь каждому из нас. Читаем послание к римлянам. 12 глава римлянам 4 стиха. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Итак, апостол Павел в послании к римлянам говорит, что у нас в одном теле есть много членов. В нашем теле физическом есть много членов. И мы знаем, что в нашем физическом теле члены всегда заботятся друг о друге. Если какая-то проблема у какого-то члена возникает, мы стараемся. Другие члены нашего тела, они стараются, чтобы помочь исправить то, в чем нуждается наше тело. Они не противодействуют друг другу, но они взаимодействуют. Члены нашего физического тела всегда взаимодействуют друг с другом и помогают друг другу. Если уже какой-то член не работает или, возможно, у кого-то отсутствует какой-то член, мы называем, что это люди с ограниченными возможностями. Это люди, которые инвалиды, возможно. Это неполноценные люди. Физическое тело неполноценное у них. Но, друзья, дорогие, если тело здоровое, если все члены на месте, то каждый член нашего тела, он исполняет то, что ему должно исполнять. Наши ноги всегда ходят и какой-то другой член не замещает их. Правильно, друзья мои? Моет ходить на руках, там какой-то, может, где-то там в цирке. А так мы все ходим ногами своими. Так Господь сотворил каждого из нас. И Господь желает, чтобы мы в теле Господнем также каждый имели свое предназначение. Если до этого времени мы еще не определились с этим, если до сего часа мы еще не знаем, что нам делать в Церкви Божией, то нужно понуждаться пред Господом. Молитвенно просить у Него помощи, чтобы Господь открыл каждому из нас, чем нам заниматься в Доме Божием. Чем мы можем послужить людям, которые еще не знают Господа. Людям, которые знают Господа также в Церкви Божией. Да поможет Господь сегодня каждому из нас. Подобно, как тело физическое наше, оно взаимодействует все члены. Так же, чтобы и мы в теле духовном, которое есть в Церкви, это тело Христово, чтобы мы могли быть полезными друг другу. Чтобы мы не были только прихожанами в Доме Божием. Чтобы мы не только могли там осудить того или другого человека, вот тот мне правильно сделал. А я знаю, что он будет уже проповедовать. Я знаю. И другое, и третье, то он подобное. Друзья мои дорогие, братья и сестры, да поможет Господь каждому из нас иметь страх Божий, чтобы действительно служить Богу от сердца нашего, от всей души нашей, от всего разума нашего. Чтобы сегодня каждый из нас мог получать благословение через братьев наших и сестер наших, которые окружают нас. Каждый в отдельности. У каждого, как я сказал, свой труд должен быть. Так же, как в теле нашем все члены имеют свою функцию. Если какой-то член не исполняет свою функцию, то здесь уже тело претерпевает какие-то неудобства. Это уже нехорошо. Но в физическом теле часто мы не можем ничего изменить уже. Если приходит болезнь какая-то. Если человека парализует, он не может уже ходить своими ногами. Это проблема. Это проблема для человека. Конечно, есть сегодня различные там коляски, вот, вылчились, так и тому подобное. Но это уже, конечно, человек не такой, как он был здоровый. Бывает вначале человек полный сил, здоров, но приходит такой момент, когда уже здоровье физическое подкашивается. Когда приходят какие-то перемены в жизни человека. Возможно, аварии, какие-то несчастные случаи. Возможно, просто заболевание какое-то. И человек уже не способен делать то, что он раньше мог делать. И так бывает у людей иногда. И в такие трудные времена человек порой, знаете, впадает в какое-то разочарование. Раньше он был способный, раньше он был полон сил и здоровья. Но приходит такой момент, когда уже нет того, чего хотелось бы иметь. но, братья и сестры, хорошо, если мы как Церковь Божия, как тело Иисуса Христа, если мы тоже находимся в должном состоянии, если мы здоровы, если мы взаимодействуем друг с другом, если мы поддерживаем друг друга, если мы несем бремена друг друга, это очень важно, это очень хорошо. И мы знаем, что Господь Иисус проводил такую притчу в свое время о талантах. И Он говорил там, что этот хозяин, отправляясь в другую страну, поручил имение своим людям. И одному Он дал пять талантов, другому два, а иному один. И что там он сказал? Он дал каждому по его силе, каждому по его силе Он дал. И мы понимаем, что, конечно, вот так и было, потому что этот хозяин знал, знал способности человека, знал возможности человека. И, конечно, друзья дорогие, если этот человек трудился с самоотдачей, он старался сделать то, что поручил ему этот господин, то он конечно был успешен. Этот человек был успешен. И потом по возвращении, по долгом возвращении уже этого господина приходит человек, который имел пять талантов, говорит, я принес другие пять талантов, приобрел на них, на те таланты, в него была прибыль, потому что этот человек трудился. Этот человек прилагал усилия, прилагал старания, и, конечно, был успех в его труде. И другой также, который два таланта, получил, и еще другие два он приобрел на них. И здесь, конечно, у этого человека тоже видим успех, успех в его труде. Но тот, который получил один талант, сказано, он пришел к господину своему, и говорит, вот тебе твое. Я закопал его землю, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. Я скрыл серебро твое. И что сказал господин этому человеку? Страшная участь была этого человека, который скрыл свой талант, который не пустил его в оборот. У него было так же по его силам, так же по его возможностям было это все. Но он скрыл это и не хотел принести прибыли для этого господина. И было сказано, лукавый раб и ленивый, ты знал волю господина твоего, ты знал все хорошо. И что, была жалкая участь этого человека, жалкая участь была его. Да, по-моему, это нам, Господь, друзья мои дорогие, чтобы мы сегодня, как дети Божии, как Церковь Иисуса Христа, чтобы мы действовали по воле Божьей и служили друг другу. Дальше читаю то, что я начал 12 глава Римлянам, 6 стих читаю. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальство с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием, любовь добыть непритворно, отвращайтесь зла, прилипляйтесь добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, по чтительности друг друга предупреждайте, усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Вот так призывал апостол Павел людей верующих, говорит, по данной мне благодати, по данной нам благодати, что мы имеем? Различные дарования. Да, Господь дал тебе какие-то дарования, Господь дал тебе что-то в жизни твоей и моей эти дары, которыми Господь желает, чтобы мы пользовались, чтобы мы употребляли их в дело, чтобы это все было для созидания народа Божия, для созидания Церкви Божией, чтобы Божье благословение подшивало на народе Его, чтобы благодать Божия действовала обильной мере в Церкви Его и в народе Его. Об этом будем нуждаться, об этом будем молиться Господу нашему, чтобы мы могли со всей самоотдачей посвятили себя на это служение Господу. Там, где Господь желает употребить нас, чтобы мы не как-то с холодком, не просто как-то так, как отбывая свою очередь это делали, но чтобы от всего сердца нашего, от всей души нашей мы могли служить Господу. И Господь будет благословлять нас, и Господь будет народ благословлять и каждого в отдельности из нас. Поэтому да поможет нам Господь действительно исполнять его поручения, исполнять его волю, и его благословение будет на церкви его и на народе его. Хочу «Но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудо-творения, иному пророчества, иному развлечения Духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо всеми одним Духом крестились одно тело, иудеи и елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом, тело же не из одного члена, но из многих. Здесь апостол Павел также говорит о том, чтобы каждый человек мог понимать это, что различные дары есть у Господа для народа своего, различные служения, различные действия, но один и тот же Бог, один и тот же Господь, Который управляет всем, Который дает все это народу своему, тем, которые жаждут этого, Он дает для чего? Для пользы, для созидания Церкви Божьей, для созидания народа Божия, для того, чтобы действительно Божьи дети служили друг другу, служили каждый тем даром, который получили от Господа, и который употребляет этот дар для служения Церкви Божьей. Конечно, не только такие дары, есть другие у нас, скажем, дары, которые особо незаметны в Церкви. Есть такие служения, которые, возможно, не совсем духовные, как мы можем сказать, когда люди физически что-то делают, которые употребляют себя, свое тело, для того, чтобы послужить друг другу. Есть у нас те, которые, скажем, занимаются приготовлением пищи, когда у нас бывает праздник жатвы, допустим, или гостики приезжают, или крещение водное, много у нас бывает таких моментов, когда приготовляется пища. И есть тоже люди, которые этим занимаются. Я скажу, что некоторые сестры особо этим занимаются. Они много прилагают старания и усилия для этого. И как-то на них это все возложено, они несут это все. Не знаю, вы можете это в тишине и ропшить, не знаю, но несут это служение. Но как бы хотелось, чтобы больше людей могли в это служение также примыкать и служить друг к другу. Ведь это тоже важное служение. Ведь наше тело всегда нуждается в пище. В подкреплении физическом наше тело нуждается, так же, как духовный человек наш нуждается в духовной пище. И всякое служение, оно ценно пред Господом, то ли физическое, то ли какое-то духовное служение, они все ценные и все они хороши. И да, поможет Господь, чтобы мы сегодня не унижали друг друга, чтобы мы сегодня не оскорбляли друг друга, но наоборот поддерживали всякое служение, которое есть в церкви. В прошлом воскресенье, знай, было объявлено о том, чтобы, кто желает служить там на пульте, в видео-аудио департменте, чтобы также могли послужить. Да, поможет Господь, чтобы мы проявили себя, у нас есть много служений, также было сказано, что у нас хора есть место, и тоже желающие петь хора, пожалуйста, есть такая возможность, по четвергам есть у нас спевки, которые проводятся для хористов, и они также поют, славят Господа. Это тоже важное служение, любое служение, которое мы имеем, то ли проповедники, которые проповедуют Слово Божие, конечно, здесь выйти и говорить, это одно, но для того, чтобы говорить, здесь нужно приготовиться к этому, нужно, возможно, на коленях стоять пред Господом, и нуждаться, чтобы Господь дал пищу народу своему, эту нужную пищу, которая сегодня особо нужна для людей верующих. Есть некоторые проповедники, которые говорят, мало людей, я не хочу проповедовать в таком малом количестве, я хочу говорить, где больше людей. Друзья дорогие, если мы проповедуем Слово Божие, мы должны быть готовы даже одному человеку проповедовать, не говоря о том, что там придет 20 или 30 человек на какое-то служение, да, помогет Господь каждому из нас иметь ревность в этом служении, и Господне благословение будет почивать на народе Его, на церкви Его, если мы будем доверяться Господу, если мы будем стараться исполнять Его волю, стараться служить Господу от чистого сердца. Мы знаем, что сам Иисус Христос в свое время пришел, чтобы послужить. Это Он сам говорил. 20 глава Матфея, 28 стих, такие слова читаем. Матфея 20, 28. Так как Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Для этого пришел Иисус Христос на землю, чтобы послужить. И Он, Сын Божий, придя на землю, принявший плоть человеческую, Он служил. Он служил. Он умывал ноги ученикам Своим. Петр говорил, не омывешь ног моих вовек. Но Господь говорил, что если не буду омоя ног твои, не будешь иметь части со мной. И Петр согласился, говорит, и руки, и голову, все омой. Говорит, омытому нужно только ноги омыть. И Он согласился на это. Друзья дорогие, Господь, Сын Божий, Он делал. Делал свое дело. Живя на земле. Он исполнял верное Ему служение. И мы сегодня тоже имеем какое-то служение от Господа. Если же мы еще не определены, друзья дорогие, да поможет Господь определиться каждому из нас. Каждому в отдельности. Чтобы мы не были просто прихожанами в народе Божьем. Чтобы не просто мы пришли, отсидели и все, и ушли. Сегодня есть молитва и труд церкви. Сегодня разбор проходит у нас по средам. В прошлое воскресенье одна сестра подходит ко мне. Нас так мало на разборе осталось. Приди к нам на разбор. Я был в прошлые среды на разборе, давно уже не был, но посетил на разборе. Слава Господу! Там тоже проходит служение и разбор Слава Божия. Очень важное служение. И все эти служения важны пред Господом. И да поможет Господь каждому из нас действительно служить Господу от чистого сердца. Я хочу такое произведение прочитать. И повелительно и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы океан безбрежный для сердца, для ума и рук. Привыкнув жить теплее, в покое, себя не ставя под удар, и время смутное такое, ты отказался от труда. Ты отказался от труда. И кто-то прежде незаметный святою ревностью горя бесшумно занял твое место. Но ты но беспристрастно звезь теперь перед лицом великим Божьим приобретении или потерь. Чего же в твоей жизни больше? Ты отказался от разлук, от будней в вечном напряжении и от поддержки Божьих рук усталости и знеможенья. Духовно в родине ослаб и в церкви местной не помеха, но нет во всех твоих трудах ни вдохновения, ни успеха. В собрание ходишь ты, поешь, благословение ловишь капли, а был готов пролиться дождь но отказался ты. Не так ли? Друзья дорогие, да поможет Господь каждому из нас проверить свое состояние, проверить свой жизненный путь. Что мы скажем Господу, когда закончится наша жизнь на земле? С чем предстанем мы пред Господом, когда придем пред лицо Его? Мы не знаем когда это произойдет. Возможно нам не придется прожить длительное время на земле и эта встреча может наступить нежданно. Что мы скажем Господу о тех талантах, которые даны были для нас? Что мы скажем Ему? Да благословит Господь народ свой сегодня. Да поможет Господь каждому из нас принять правильные решения в жизни своей, чтобы служить Господу и служить друг другу от чистого сердца нашего, от всей души нашей, от всего разума нашего. Пусть Его благословение почивает на Божьем народе, на Церкви Его. Я не буду больше говорить, у меня было больше, но я думаю достаточно сегодня. Пусть Господне благословение будет на Его Церкви. Об этом будем нуждаться во всякое время. Ему за все слава, честь и хвала, Отцу и Сыну и Духу